В Железногорске первые участники программы «Жилье для российской семьи» получили ключи от новых квартир. Енисейск посетили участники экспедиции к счастливым людям. Команда «Исканска» по фитнес-аэробике стала сильнейшей на соревнованиях по Сибири и Дальнему Востоку. Команда «Жилье для российской семьи» 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 Дома возводятся по федеральной программе «Жилье для российской семьи» При поддержке Министерства строительства края и администрации Железногорска Участниками стали в том числе молодые и многодетные семьи, бюджетники, госслужащие, молодые специалисты Стоимость квадратного метра в этих домах в процессе строительства была ниже рыночной 35 тысяч рублей за квадрат Сейчас стоимость площадей возросла, но теперь квартиру купить здесь может любой желающий В одном месте и в одно время выпускники лизосибирских школ смогли встретиться с преподавателями среднеспециальных и высших учебных заведений города Такое мероприятие каждый год проводит Центр занятости населения совместно с Управлением образования Мы как служба занятости безусловно заинтересованы в том, чтобы ребята сегодня поступали в том числе и в наши профессиональные образовательные учреждения Почему? Потому что городу нужны молодые кадры Сегодня у нас имеется потребность и мы очень надеемся на то, что в дальнейшем, в ближайшие годы эта потребность будет у нас у предприятия Именно решаться за счет молодых рабочих, молодых профессионалов В аудиториях расположились студенты и педагоги техникумов и вузов Все они старались наглядно показать интересные моменты обучения Преподаватель университета науки и технологий показал школьникам, как работает современная лесозаготовительная техника Любой желающий смог попробовать себя в роли оператора такой серьезной машины Теперь посмотрите, 297 это диаметр дерева, который мы схватили Нам надо выбрать породу Студенты технологического техникума показали школьникам, как красиво оформлять капкейки А девушки из медицинского техникума научили выпускников накладывать жгут, подсчитывать индекс массы тела и пеленать ребенка Выпускник 9 класса Максим Крапивин надолго задержался именно в этой аудитории Оказалось, что не просто из любопытства Я сейчас в 9 классе, собираюсь поступать на фельдшера медицины Получается, мне это как бы поможет в будущем Также я посмотрел, как накладывается жгут, как его правильно положить И по презентации увидел, как ставятся правильные уколы Ежегодная ярмарка учебных мест помогает определиться с выбором будущей профессии сотням выпускников Ведь здесь сразу можно задать любой интересующий вопрос Узнать, какие экзамены необходимо сдавать и получить брошюру с полезной информацией Убрать во дворе снег и навести порядок в доме Список дел у волонтеров из Бородино достаточно большой Сегодня ребята помогают по хозяйству ветерану МВД Владимиру Смирнягину За зиму во дворе скопилось столько снега, что убрать его сам пенсионер не в силах Мы помогаем пенсионерам, в особенности это ветераны Великой Отечественной, пенсионеры Мы помогаем выполнять непосильную для них работу, хотя они уже старые, не могут это делать Мы чистим для них снег, вычищаем тропинки, чтобы они смогли пройти Ну и труба работы Ребята вообще молодцы, умеют и лопату держать, и топор держать Все, хорошо делают Основной принцип волонтерского движения – оказание добровольной помощи тем, кто в ней нуждается Таких людей в Бородино немало Адресную помощь подростки оказывают каждую неделю Нам поступают много разных заявок из жителей города Бородино Ты приходишь, помогаешь, они тебя как-то благодарят Они много тебе что рассказывают, что было за их жизнью Сегодня в городском волонтерском движении более ста старшеклассников Кроме адресной помощи у ребят еще много интересных социальных проектов Воплощать их в жизнь они будут совместно с волонтерами городских учреждений и промышленных предприятий Они проехали вместе практически пол России Два прежде совершенно незнакомых человека Андрей Михайленко из Петербурга и Андрей Рычковский из Москвы Их объединила дорога длиной более 6 тысяч километров А в путь позвала мечта Побывать в сибирском поселке Бахте Изведать суровую прелесть таежной жизни И, конечно, познакомиться с персонажами очерков и рассказов Михаила Тарковского И героями фильма «Счастливые люди» Полесили с Анатолием Блюма, другом Мишей Тарковского Одним из главных героев фильма «Счастливые люди» Четыре дня по тайге Походили все путики, смотрели, что из себя представляет охота на сегодняшний момент Беседовали с Геной Соловьевым Ну, это один из главных персонажей фильма «Счастливые люди» Сходили в школу, потому что у нас в проекте было подписано Что мы идем, и Миша эту идею поддержал Что если оказываешься с какого-то удаленного города по отношению к Бахте Конечно, сходить и попытаться там Видите, у нас подарков много было Сотни отснятых фотографий и гигабайты видео Это малая часть того багажа, который путешественники увозят с собой из Красноярского края Самое главное – это, конечно, незабываемые впечатления от суровой красоты сибирской природы Простых и искренних встреч с удивительными людьми Это опыт, который они приобрели, погрузившись в повседневные заботы таежной жизни При движении по путику, при вытаскивании снегохода, при очередном перевороте При завязывании узлов голыми руками При вытаскивании хариуса, опять же, голыми руками из воды Вот эти чувства цивилизации такой московской, они как бы притуплены То есть ты в комфорте только пребываешь А здесь это реальность, это здесь жизнь, в принципе Здесь люди выживают И вот она как бы немножко тебя преображает Ни из одного путешествия человек не может вернуться прежним Вот и из этой экспедиции они возвращаются преображенными Для меня, во всяком случае, главное, что сколько мы людей нашли Которых практически всех можно назвать счастливыми Вот это основное Потому что вот эта миссия, не миссия, а название, которое сложилось Как экспедиция к счастливым людям Она действительно нас к этим людям привела Вот это основное Экспедиция еще не закончена Впереди у двух Андреев еще дорога домой И, конечно, долгие часы тихих размышлений и бесед Ведь полученный опыт им еще только предстоит осмыслить И преобразить в новые мысли, мечты и идеи В Сосновоборске состоялось первенство сибирского и дальневосточного округов по фитнес-аэробике Большинство медалей в разных возрастных группах достались представительницам команды Красноярского края Одна из команд-победительниц живет и тренируется здесь, в Канске Фитнес-аэробика для девочек уже давно является не просто увлечением, а образом жизни Отдаются своему делу полностью и, как результат, уже второй год подряд Они чемпионки края в старшей возрастной группе А это средняя возрастная группа В активе этих озорных девчонок награда чуть скромнее Серебро сибирского федерального округа Бронза досталась самой младшей Канской группе Прямо было круто, не побоюсь этого слова Очень много команд, я люблю конкуренции Когда мы начинали, я наоборот ехала и думала Ну, хоть бы там было три команды, и мы там третий, да Ну, все так начинают, мне кажется А сейчас я еду, и хоть бы было много команд Хоть бы дети получили разряды И, правда, в наших категориях, где малыши Ну, я их еще малышами называю 11-13 лет было 9 команд Такого не было никогда Обычно 4-5 Старшие девочки, как победительницы окружных соревнований Теперь будут защищать честь всей Сибири на большом финале в Москве И, говоря откровенно, шансы на медали у наших девочек очень высоки Вообще у нас один из самых сильных регионов в стране И у нас самое большое количество команд, которые мы привозим Где-то порядка 15-16 команд Да, у нас очень высокий уровень спортсменов И вообще даже ходит шутка в Федерации фитнес-эробики России Что судьба международных соревнований решается в Красноярском крае Это действительно так Для самих девочек каждая победа – это настоящий праздник Это то, что вдохновляет и заставляет идти к новым вершинам В этот раз мы едем не просто, чтобы увидеть, посмотреть уровень России А мы едем на Россию, чтобы уже занять какое-то призовое место И думаем, что у нас все получится Мы очень сильно стараемся и ждем Сейчас спортсменок ждут ежедневные тренировки Ведь совсем скоро, уже 25 марта, им предстоит большой финал в Москве Вперед, победители! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова